Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинается программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. И у меня в гостях сегодня Елена Викторовна Царёва, директор Центрального государственного архива Кировской области. Елена Викторовна, добрый день. Добрый день, Андрей Викторович. Вот, ну, начнём со стереотипов. Когда говоришь «директор Центрального государственного архива Кировской области», Вот стереотипно возникает такая картинка, знаете, этажерки, бумаг, шкафы с пыльными форзациями книг, тишина, полумрак и все такое. Насколько стереотип соответствует истине, а насколько нет? Что такое архивное дело вообще? Ну, отвечая на этот вопрос, мне, наверное, хотелось бы привести вот такой пример. В 2018 году, когда было столетие Государственной архивной службы, в Москве, в Манеже проходила выставка «100 раритетов российской государственности». И это была действительно уникальная выставка. Там было представлено вот 100 подлинных архивных документов с начала формирования российской государственности и до современных дней. И, наверное, вот это говорит само за себя о значении документов и о значении тех организаций, которые хранят эти документы. И в свое время руководитель Федерального архивного агентства Козлов Владимир Петрович, он говорил о том, что вот символы государства, флаг, герб, гимн, к ним вполне можно присоединить и архивы. И, наверное, это правомерно. Но если вот говорить о системе архивных учреждений, то это государственные органы, это муниципальные органы, это организации, которые хранят, комплектуют, учитывают и используют документы Архивного фонда Российской Федерации. Это вот сама система. А зачем, Елена Викторовна? Вот, ну, я понимаю, что учредительный документ Союза Советских Социалистических Республик – это такой музейный экспонат уже скорее, да? А зачем? Вот зачем столько всего хранить? Ну, здесь, наверное, следует сказать о значении самого документа. Государственные архивы хранят подлинники архивных документов, которые имеют юридическую силу. Это важно. Это важно для всех отраслей жизни общества. Абсолютно для всех. Необходимо ли вам подтвердить какой-то факт создания предприятия, ликвидации, реорганизации, изменения административно-территориального деления? Любой факт, он будет юридически подтвержден, вам выдадут заверенную гербовой печатью архивную справку, архивную выписку, и она будет иметь юридическую силу как на территории России, так и за рубежом. И это не одно, не единственное значение документов, которые мы храним. Я считаю, что архивы – это социальные учреждения прежде всего, потому что защита конституционных прав – это наша основная функция. То есть понятно, что человек должен получить социальные гарантии и должен получить информацию о стаже работы, о заработной плате при выходе на пенсию, должен получить информацию о каких-то социальных выплатах, о награждении. Это вот еще одна функция государственного архива, для чего нужны документы. А экземпляр Конституции, нулевой вот этот, он тоже хранится в архиве? Конечно, безусловно. Безусловно, все это хранится. А как это не хранить? Это обязательно нужно. Ну и есть еще ряд других функций, которые вот хотелось бы тоже отметить. Это помимо того, что архивы – социальные учреждения, это еще и научные учреждения. Документы должны вводиться в научный оборот, они должны быть, так сказать, публикуемые документы. Ну, помимо этого, они и представляют и пользователям в читальных залах. И вот в последнее время очень актуальным для нас является это противодействие фальсификации истории. То есть это защита исторической правды. Мы этому тоже уделяем значительное внимание, и это тоже в этом помощники документы. Ну, как бы говорится, когда говорится с документами, не поспоришь. Я считаю, что это вот значение идет от значения самого документа. Хорошо, Елена Викторовна. А вот, ну, собственно говоря, функция службы, да, она только в том, чтобы принять и по необходимости по запросу выдать и обеспечить сохранность. Или вот, как вы говорите, научная работа – это тоже ваша работа, а не внешняя в читальных залах. Чем еще занимаются сами работники архивной службы, кроме сохранения документов? Ну, вот, как я уже говорила, у нас четыре направления, основных направлений деятельности в архиве. Это хранение, учет, комплектование и использование. Комплектование – это? Комплектование – это поступление на государственное хранение документов. То есть вот ежегодно Центральный государственный архив принимает на хранение порядка 20 тысяч документов. Это ежегодное пополнение. Это ваш областной. Это наш архив, да. Таким образом пополняется… Документы – это же не один лист. Это нет, это не один лист, это очень разное количество. Ну, средний определяется, знаете, по статистике 250 листов. Но документы – документы рознь. Если мы возьмем метрическую книгу, это полторы тысячи листов. Ну, я имею в виду те, которые хранятся… Мне кажется, у вас в машинах надо мерить, а не в документах. Ну, мы мерим в погонных метрах, есть такое. Погонные метры. Даже и в погонные метры, и в площадях это… Ну, а вообще-то архивный фонд, он измеряется в единицах хранения. Вот если мы говорим вообще в целом о системе архивной службы, да, то архивный фонд составляет в настоящее время около 600 миллионов единиц хранения. Это по всей стране. 600 миллионов единиц хранения. Из них на территории Кировской области, вот документов архивного фонда хранится 4,8 миллиона. Из них около 3 миллионов хранит государственный архив, и 1,8 миллиона хранят муниципальные архивы. Хорошо. А вот давайте, ну, коротко, потому что я понимаю, что этот ответ может быть очень большим. Каковы принципы отбора документов на хранение? Обязательные, необязательные? То есть, как поступают документы к вам? Ведь не все. Ну, то есть, по какому принципу они к вам попадают? С тем, чтобы документ стал документом архивного фонда Российской Федерации, безусловно, должна быть проведена экспертиза ценностей документов. Экспертиза ценностей документов проводится на основе перечней документов. То есть, существуют перечни документов, которые определяют вот этот состав документов, которые имеют сроки постоянного хранения. И те документы, которые имеют в перечне эти сроки, они отбираются прежде всего на государственное хранение. Это, конечно, касается прежде всего органов власти, органов местного самоуправления. Ну, все вот решения, вот эти судебные истории. Да, это все идет по перечню. Эти документы по перечню, они формируются в номенклатуру. То есть, в каждой организации есть номенклатура дел, в которой указано, какие документы имеют постоянные сроки хранения, какие имеют временные сроки хранения, которые могут быть еще дополнительно проведены экспертизы, чтобы оценить их. И каждая организация знает, какие документы пойдут на государственное хранение. Вот эти документы с постоянным сроком хранения, они попадут в государственный архив по истечении законодательно установленного срока. Хранение в организации. Да. То есть, если это федералы, то они хранят 15 лет документы. Если это областная собственность, они хранят 10 лет. И муниципальная собственность 5 лет. А после этого? А после этого они поступают, они, во-первых, после этого их упорядочивают. И в упорядоченном состоянии, с научно-справочным аппаратом, они поступают в соответствии с планом приема работы на государственное хранение. Они поступают... На бессрочное, так называемое, да? На вечное хранение. На вечное, да? Да, на вечное хранение, да. А сколько же вам надо места-то? Да, 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 вот именно. Вот именно у нас документы, они не уничтожаются, они хранятся вечно. Такой обывательский вопрос. Ну, 100 лет архивной службе вы искали. Да, это было в 18-м году, в этом году 105 лет. 105. Но ведь наверняка документы сами у вас гораздо более ранее. Какой самый древний, что называется, и что это за документ в Кировской области? Ну, у нас в Кировской области это документы 17 века, конца 17 века. Ну, в основном это документы, касающиеся церковной деятельности. Это хромозданные грамоты об учреждении монастырей, церквей. Ну, то есть вот такие вот документы, они наиболее ранние. Благодаря чему сохранились? Или как-то изымали их? То есть, ну, вот не было же архивной системы 106 лет назад. Это потом собиралось из самих церквей. Вы знаете, здесь большую роль сыграли Вятская ученая-архивная комиссия. Она еще была создана в 1904 году, и вот еще с того периода она, кстати, функционировала при публичной библиотеке, сейчас библиотеке Герцена. И первым основой послужили 400 единиц хранения, которые были собраны этой Вятской ученой-архивной комиссией. Но уже с 1 июня 1918 года был принят декрет о централизации и реорганизации, централизации архивного дела в РСФСР. И вот с этого момента была создана государственная служба, государственная отрасль. И уже на государственном уровне эти документы сохранялись. Вот это, конечно, очень важно, потому что это и сохранило документы. Ну, для Кировской области здесь еще важным моментом было то, что, во-первых, у нас была очень большая территория, и туда входили территории Мариэл, часть Удмуртия, Татастана. Ну, и вторая по размерам была область в России. Да, была очень большая территория, и это позволило, так сказать, включить документы большого объема. Ну, во-вторых, у нас не было, слава богу, никаких войн, и это тоже, так сказать, способствовало сохранности документов. Ну, и, кроме того, вы знаете, архивы, они ведь всегда были достаточно закрытыми учреждениями. Ну, вот стереотип-то вот это все-таки. А это, вы знаете, а это стереотипы, вот я могу сказать, что стереотипы, они складывались в отношении и архивов, и архивистов на протяжении, там, не только десятилетий, но даже и столетий. И здесь еще и литература, русская литература, так сказать, имела к этому отношение. Достаточно вспомнить Пушкина «Архивные юноши», да, или, так сказать, «Горе от ума» Грибоедова, когда там Молчалин говорил, с тех пор, как числюсь по архивам, три награждения получил. Ну, это раньше так можно было, так сказать, а здесь такой вариант не пройдет. Но помимо вот этого, так сказать, литературного, так сказать, ну, какого-то стереотипа, есть еще и стереотипы такие, которые повлияли обстоятельства объективного характера. То есть, вот, действительно, архивы всегда были закрытыми. В 30-е годы архивы были в ведении НКВД, и попасть туда было практически невозможно. В годы Великой Отечественной войны архивы, ну, понятно, они хранили и учитывали. Это было основное — сохранить. В послевоенный период, это 50-е, 70-е годы, здесь было сильное давление партийных органов, которые тоже не создавали... Не все хотели. Да, 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 не создавали условий для открытости архивов. Вот это тоже способствовало таким стереотипам. Ну, и потом, ведь у нас граждане не так часто пользуются архивами. Это, может быть, один раз или два в жизни, когда человеку необходимо... Восстановить что-то, да? Да, да, необходимо, может быть, установить стаж, заработную плату, размер, получить справку. Или, может быть, подтвердить факт собственности на землю, на квартиру. Вот в этом случае, как бы, ну, это один или два раза в жизни. Ну, вот, в связи с этим мне хотелось бы привести слова нашего преподавателя в историко-архивном институте, профессора Сигурда Оттовича Шмидта, он в своё время говорил, вот то, что архивист отберёт для вечного хранения, будет впоследствии описывать прошлое. То есть такое прошлое мы и получим. То есть вы создаёте прошлое. Да, фактически да. Именно такое потомки и получат это прошлое. И вот здесь, наверное, я хотелось бы тоже ещё сказать по поводу стереотипов. И вот эта вот мысль Сигурда Оттовича Шмидта, она потом, я её подтверждение получила. Есть у архивистов такой документ. Международный этический кодекс архивиста. Это документ 1996 года. Но, вы знаете, он актуален и сейчас. Это замечательный документ. Мне даже нравится терминология этого документа. Вот один из первых пунктов вменяет в обязанность архивисту защищать документы. Вот понимаете, это не, как сказать, не такая фраза, не обеспечивать сохранность, а вот именно защищать документы. Это очень хорошо к душе архивистов. Но, помимо этого, кодекс призывает архивиста, вот то, что мы говорили по экспертизе ценности, делать эту экспертизу независимой. То есть не быть предвзятыми при проведении этой экспертизы ценности. В этом же кодексе, что тоже очень интересно, архивист не может давать личные комментарии к этим документам. Он хранитель, он их представляет, он даёт их в пользование, но сам комментарий к нему не даёт, к этому документу. Для этого есть учёные, есть политики, есть юристы и так далее. И последний пункт в этом, я просто уже скажу, в этом кодексе, архивист должен повышать свой профессиональный уровень постоянно. Но это в любой профессии, но и у архивистов точно. Елена Викторовна, я и хочу спросить, с учётом того, что вы сказали про кодекс, мы поговорили про стереотипы, что за люди работают в архивах? Вот тоже ведь вы там литературные примеры приводили, и вот стереотип тот самый таких не очень общительных, наверное, там людей, что-то там перекладывают себе. Сколько человек работает в системе архивной региона? Ну вот в Центральном государственном архиве 175 человек, это штатная численность. Ну, большая структура. Большая, большая. Что это за люди? Ну, если сначала мы скажем, каков образ, например, архивиста. Вы правильно говорите о том, что стереотипы одни, но на самом деле, и это сейчас радует, у нас работают молодые люди. Ну, высшее образование – это просто обязательно. Помимо этого, это ещё и учёные степени есть у нас сотрудники. Вот это, ну, во-первых, конечно, архивисты должны быть профессионально подготовленными. Они должны хорошо знать дело производства, они должны, в том числе и дореволюционное дело производства, должны хорошо знать… Этому учат? Ну, это приобретается, ну, это тоже. И учат этому в том числе. Вы назвали историко-архивный институт. Историко-архивный институт, конечно. Но он есть? Он есть, он есть, он действует и в настоящее время. Вот. Этому учат. Ну, чтение документов и знание дореволюционного дела производства, это тоже изучается даже и на основании документов. Это тоже необходимо знать. При изучении документов необходимо знать состав документов той организации, в которой ты работаешь. Что в них должно быть, да? Конечно, конечно. То есть одно дело, допустим, если ты работаешь в Центральном государственном архиве Кировской области, а другое дело, если ты в архиве древних актов, например, да, в Москве. Состав документов различен. И ты должен ориентироваться в составе этих документов. Это вот тоже обязательно. Ну, специалисты… Что это за люди все-таки? Вот я и говорю. Не с точки зрения профессиональных навыков, а вот мужчины, женщины больше. Ну, больше… То, что молодежь, ну, это интересно. Да, у нас где-то до 40 лет очень много сотрудников, очень молодых, я говорю, и в том числе и молодых людей. Если говорить, кто по профессии архивисты, вы знаете, для меня вот каким-то было немножко удивлением, что у нас очень много сотрудников с техническими, так сказать, с техническим образованием. А вот представьте, им интересно… Такой системный подход. Вот, может быть, да. Может быть, да. Вот. Ну, есть и преподаватели русского языка, литературы, так сказать, преподаватели… Ну, истории, конечно. То есть вот если по образованию вот такой… Ну, и технические тоже специалисты есть. Ну, и вот они такие действительно ходят между стеллажей, друг с другом не разговаривают. Нет, конечно, нет. Так как у нас четыре направления работы, ну, в деятельности архива – это хранение, комплектование, учёта, использование, то, наверное, каждый из специалистов, он определяет для себя наиболее интересное направление. Ну, вот когда… Можно выбирать, то есть как-то специализацию. Ну, конечно, можно. Конечно, можно. Что тебе интересно? Потому что работа очень отличается. Если ты работаешь, например, в комплектовании, да, то это работа с организациями. Ты постоянно, так сказать, перемещаешься по городу, ты общаешься с ответственными за архив в органах исполнительной власти, в организациях. То есть это надо определённый склад иметь к этому. Работаешь с номенклатурами и так далее и тому подобное. То есть вот если это тебе привлекательно, это усидчивость, это внимание к деталям и так далее. Вот. Если ты работаешь в хранении, то здесь просто работа с цифрами. Работа… Потому что учётные документы, хранение, учёт – это очень взаимосвязано, и здесь никаких не может быть упаси бог ошибок, топографию нужно соблюдать, и это тоже должна быть определённый склад у человека. А если это использование, то здесь немножко другой подход. Здесь работают люди, которым интересный выход на общественность, кому интересны выставки, подготовка выставок, документов. Да, радиопередачи. Это действительно было для меня в своё время открытием, что архив сам с инициативой о проведении тех или иных выставок выходит. Ну, я уж таким обобщающим названием архив. А как рождаются эти? Как это вот те люди, о которых вы говорите, они предлагают? Ну, наверное, это совместная работа. Ну, понятно, что всё это планируется. Ну, есть тематические, они же в основном, да. Вот, ну, вот я просто один пример приведу. Вот в 21-м году у нас возникла идея сделать выставки уличными. Ну, это было и последствия ковида, это были такие, такое время, когда в читальный зал были всё закрыто, в читальный зал не ходили. Вот, выставки мы не могли провести в учреждении. И мы искали какие-то методы, такие работы, способы, где можно было людям показать это. И мы вышли на планшетные уличные выставки. И вот первую выставку, которую мы сделали, это была выставка в Парке Победы «Рассекреченная война». Она имела очень хороший отклик. Это были, мы использовали рассекреченные документы, которые рассказывали о войне. Вот. И когда выставка прошла, были отклики к этой выставке, и мы поняли, что это интересное направление. И потом у нас родилась идея, приближалась уже, и сейчас уже приближается, к 650-летию. Вот. И мы решили сделать цикл выставок также под открытым небом. И первая выставка вот к 650-летию, она была у нас у филармонии. Мы стали рассказывать об исторических территориях нашего города. Мы взяли парк Гагарина, где был построен Александр-Невский собор, к сожалению, потом и снесен. И рассказали историю этой территории. Это было тоже очень интересно. И потом мы уже стали выбирать вот эти вот, так сказать, какие-то привязки к этим историческим местам. После этого последовала Спасская улица и в этом году вот на Театральной площади. Давайте на Большую Спаскую что-нибудь вынесем. У вас было на стационарном участке. Давайте сделаем что-нибудь на Большом, которое на выходные становится. Хорошо, подумаем. Елена Викторовна, вот несколько минут у нас до рекламной паузы остается. Мы с вами поговорили про людей работающих. А есть что-то веселое? Вот сможете вспомнить что-нибудь забавное, веселое в архивной деятельности за ваш профессиональный период? Ну так, чтобы немножко разбавить тему. Ну, наверное, ну так как я уже работаю... Что-то нашли смешное. Вот, наверное, давайте я вам расскажу об этой истории. Так как я работаю уже очень давно в архиве, ну это было лет, наверное, так сказать, 30 назад, мы к нам обратились, пришла цыганка. У нее было, ну, детей, ну, раз, два, три, четыре с ней пришло. А потом сбились. Вот, они зашли на прием, и она попросила выяснить, когда у нее... Они просто проходили мимо там несколько лет назад, и она помнит, что у нее родились здесь дети. Ну, ребенок тоже родился. Прямо в архиве. Нет, не в архиве, имеется в Кирове, в Кировской области. И ей нужно было установить, кто из детей был рожден в Кировской области. Ну, в общем, мы помогли ей, нашли, так сказать, эти записи о рождении, это вот, в общем, помогли ее сориентировать в этом. Понятно. Вы упомянули секретные документы, рассекречивания. А вообще, ну, так всегда же интересует это. Много секретных документов хранится в архиве. Какой срок хранить? Есть ли, например, до сих пор секретные материалы, там, Великой Отечественной, военной революции? Какие секреты храните, Елена Викторовна? Мы храним... Ну, так как это секреты, я, конечно, не буду их о них рассказывать. Но я могу сказать, что мы храним комплекс секретных документов, и срок у них засекречивания 30 лет. По истечению этого срока, ну, понятно, что у каждого документа есть, так сказать, хозяин этих документов, есть, так сказать, тот, кто их создал, эти документы. И здесь мы работаем с ними, так сказать, совместно. Принимаете решение? Да, если мы, если истекает этот срок, мы напоминаем о том, что срок подходит к завершению, мы приглашаем экспертов по этой организации, они приходят, смотрят, и либо эти документы коллегиально, так сказать, это, ну, понятно, что это на комиссии по рассекречиванию рассматривается, либо срок... Ну, либо он рассекречивается, эти документы, либо срок хранения продляется. Да. В зависимости, ну, там, от определенных критериев и от решения этой комиссии. Ну, вот, поэтому... Вы сказали, что, ну, один-два раза всего в год человек, в жизни, там, человек, при правилах, обращается, да. Мы во второй части программы поговорим о тех людях, которые не один раз и не два года в жизни обращаются. А вообще, ну, вот очень коротко, спадает интерес или возрастает? Вот вы сказали, что почти всю жизнь, там, в архивном деле. Вот, ну, за последние пять лет вырос интерес к архивным материалам или снижается? Многократно вырос. Многократно вырос. И сейчас в приоритете это изучение истории семьи. Это родословие, это изучение истории семьи. Вот это вообще отдельная такая тема, поэтому мы уходим на рекламу и вернемся, продолжим. Возвращаемся в эфир программы «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко, у меня в гостях Елена Викторовна Царева, директор Центрального государственного архива Кировской области. Перед рекламой начали мы вот тему про генеалогические исследования, про историю семьи. Действительно большой интерес сейчас к этому. А серьезно люди этим занимаются? Что видите вот в этой? Ну, вот на что можно обратить внимание, очень много людей занимаются самостоятельно этим темам. Мы стараемся им в этом помочь. Стараемся создавать базы данных, которые бы мы этим помогали. Разрабатываем методические рекомендации, которые бы их ввели в поиске вот этих вот сведений. Кроме этого, мы ввели индивидуальные консультации. То есть, если у кого возникают какие-то сложности, он может персонально, так сказать, собрав первоначальные документы, собрав какие-то вопросы, прийти. И вот у нас по четвергам есть такие консультирования. И наиболее опытные специалисты, которые имеют уже значительную практику в этом, они их проконсультируют. Консультируют, конечно, и в читальном зале, когда приходят исследователи. Но здесь будет персональная консультация. Да куда обращаться и как? Где наш главный архив? Центральный государственный архив на Карла Маркса 142. На сайте у нас есть информация вся. Коллеги, ищите те, кто слушает, потому что могу по личному опыту сказать. С мамой, со своей, занимаюсь восстановлением истории семьи. И к Елене Викторовне обращался. Мы дошли до 1680 какого-то года. Вам дальше в Москву. Там, да, совсем уже тяжело, но очень интересно. Очень интересно. Это, конечно, тяжело, потому что до какого-то момента ты идешь легко, в какой-то момент ты понимаешь, что уже в церковных книгах путаница начинается, и это приходится восстанавливать. Но я на самом деле хочу сказать, что много людей интересующихся. В интернете есть специальные форумы и группы, они друг другу помогают. И там уже братства такие, сообщества возникают. Поэтому все, кто хотел бы историю семьи знать, восстановить и передать ее дальше. Потому что я, например, делаю это, потому что мне интересно своему сыну рассказать, как все было, и самому узнать. Добро пожаловать в архив на Карла Маркса 133. Да, ждем. Елена Викторовна, ну вот не могу не задать этот вопрос. Он сложный, но он неизбежный. Как, собственно говоря, и само будущее, которое наступает так или иначе. Интернет, системы хранения, все документируется, цифровой след и все, что остается, цифровое государство и все. Что будет происходить с архивами здесь? Не будет бумаг. Что вам будут сдавать? Флешки будут носить? Как вы на это смотрите? Давайте попробуем в этом разобраться. Я думаю, что архивы были, есть и будут. И документы в архивы будут поступать как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Почему я говорю с такой уверенностью? Потому что в настоящее время прорабатываются законопроекты, которые наделяют полномочия Федеральное архивное агентство составлять перечни документов, которые будут передаваться в государственные архивы, подлинники этих документов, исключительно на бумажной основе. И наделяется Федеральное архивное агентство полномочиями по ведению реестра таких документов. Хочешь, не хочешь, но на бумаге. Да, обязательно. Я думаю, что имея опыт работы с документами, я думаю, что это очень правильно. Это нацелено прежде всего на обеспечение сохранности документов. Конечно, если говорить о перспективах, то мы ожидаем, что в ближайшее время будет сокращение поступления бумажных документов. Но, да, будет больше электронных документов. Но вы уже принимаете на хранение в электронной идее? Мы начинаем только принимать. Это как бы процесс еще этот есть. Действительно, мы принимаем эти документы. Но очень много вопросов. Очень много вопросов. И вот я говорю, когда принималось решение о том, что будут продолжать принимать документы на бумажной основе, это замечательно, потому что это сохранит документы архивного фонда Российской Федерации. К сожалению, мы даже в Кировской области уже столкнулись с тем, что некоторые из организаций, они утратили документы на электронных носителях. Это коммерческие структуры, это не госорганы. И причем документы, так сказать, социального характера. Либо здесь человеческий фактор, либо что-то другое. Вот чтобы сохранить эти документы, это действительно нужно, чтобы были и те, и другие документы. Поэтому, да, уменьшатся, да, увеличатся в электронном виде, вот, но прием будет на бумажные носители обязательно. Хорошо. А вот, Елена Екатерина, важный момент, я же знаю, что вы занимаетесь и оцифровкой, и в то же время тех документов, которые находятся на хранении, переводите их в электронный вид, ну, дублируя, так скажем, да? Как этот процесс идет? Вот это как раз вот та перспектива развития архива, которая нами просматривается. Направление, которое мы прорабатываем и прорабатывает федеральное архивное агентство, это государственная информационная система удаленного доступа к архивным документам. В настоящее время она практически уже создана для федеральных архивов, то есть будет существовать платформа, на которую вот мы знаем, что у нас, например, 15 федеральных архивов, около 200 – это государственных архивов и 2500 – где-то муниципальных архивов. В настоящее время формируется вот эта платформа с информационным оцифрованным массивом для федеральных архивов. И то есть каждый желающий сможет туда зайти, и эти документы... В электронном виде? В электронном виде это будет... Да. Ну, это вообще-то будет платно, но... Это уже другой вопрос, но тем не менее, это следом за ними должны будем подключиться к этой платформе, ну, это по желанию региональные архивы, ну, и позже муниципальные архивы. Есть такое желание, я надеюсь? Ну, вот, я просто хочу сказать, желание есть, но нет пока возможности, потому что мы понимаем, что этот процесс, он может растянуться на год, на два, и мы теряем время. И поэтому параллельно вот с этим процессом по удаленной системе использования документов формируются региональные системы удаленного доступа использования документов. Это уже больше, чем 20 регионов они созданы. Это региональная платформа, куда размещается информационный ресурс региональных архивов, и через электронный читальный зал, через личные кабинеты используются эти документы. Мы, в принципе, тоже проработали этот вопрос, но вопрос, конечно, это сложный, потому что он финансово затратный. Речь идет о программном обеспечении, о серверном оборудовании, и о защите информации. Но вот весь этот расклад, он, конечно, доведен до нашего полномочного органа сферы архивного дела. Мы нас поддержали, и я надеюсь, что перспективы такие. Через некоторое время мы сможем ко всем архивам на территории страны получить электронный доступ и на тех или иных условиях получать те или иные документы. Что, собственно говоря, и сделает архивы современной уже системой в электронном формате. Лена Викторовна, завершаем практически программу, полторы минуты осталось, но не могу не спросить. Вот вы сказали больше 30 лет в системе архивного дела, в архивной службе. Чем гордитесь? Ну, вот такая внутренняя гордость. Чтобы столько лет работать в этой структуре, а тем более руководить, ей надо испытывать гордость. Вот чем гордитесь? Ну, во-первых, есть гордость за сохранность вот архивного фонда, за его качественный состав этого, то есть я могу гордиться тем, что документы, которые мы принимаем, это же документы не только от государственных органов, это обязанность, но мы принимаем и документы от людей, которыми мы потом действительно будем гордиться, что у нас есть эти документы. Вот, поэтому это и качественный состав архивного фонда, находящегося на территории Кировской области, это и личные фонды, это же личное общение. Вот из последнего я могу сказать то, что мы приняли документы Альберта Анатольевича Лиханова. Елена Викторовна, вынужден завершать. Очень рад, что вы с такой гордостью об этом говорите. Искренне желаю всем нам, не только вам, чтобы наше прошлое было в надежных ваших руках. Спасибо большое за добрые пожелания. Это была программа «Разговор по делу», вел ее я, Андрей Усенко. У меня в гостях была Елена Викторовна Царева, директор Центрального Государственного архива Кировской области. Спасибо.